Владимир, житель микрорайона 5А, навстречу пришел подготовленным. Он определил круг вопросов, большинство как раз и касаются формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. В целом, новую реформу ЖКХ одинцовец поддерживает. Он за раздельный сбор мусора и вторичную переработку. Тариф – это всегда у всех интересный, в первую очередь тариф. И всегда две стороны договорятся о качестве, объеме и цене. Поэтому на сегодняшний день, по-моему, полный дисбаланс в этом, как везде. С 1 января область перешла на новую систему обращения с отходами. До сих пор у жителей остаются вопросы. Чаще всего они касаются содержания контейнерных площадок, графика вывоза мусора и формирования тарифов. Очень много проблем удалось урегулировать и решить. Вопросы все равно остаются, особенно у жителей индивидуальных жилых строений, потому что именно эта категория жителей никогда не платила за мусор. Если на квартирных домах плата за мусор была включена, и многие жители об этом знали, она просто увеличилась, то ИЖС никогда не платила. В основном они вывозили мусор в город каким-то индивидуальным способом. День разъяснений прошел в формате встреч с населением. И помимо консультантов из регионального министерства ЖКХ, в мероприятии приняли участие специалисты из областного единого расчетного центра, Мособл-Ирц, МОСЭнергосбыта, представители региональных операторов. Население обязательно должно быть проинформировано о тех реформах, которые проводятся на территории Московской области. И это одна из тех реформ, которая идет уже с начала года. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, она начата на территории всей Российской Федерации. Московская область является одним из лидеров по проведению данной реформы. Население задает вопросы нам на горячую линию, задает вопросы на горячую линию рекоператора, обращается в приемную и приходит на личный прием. Но все вопросы в большинстве случаев, они являются повторяющимися, поэтому мы имеем возможность эти все вопросы осветить сегодня на большую аудиторию. И для этого проводим это мероприятие под эгидой правительства Московской области. Это второй уже по счету день разъяснений. Первый прошел в феврале. Следующее мероприятие запланировано на 20 июля. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.